Всем привет, с вами Артём Бёргман и канал Artificial Orgasm. В этом ролике я продолжаю самую недооцененную тему в кино, и это звук. А сегодня я расскажу и наглядно покажу, почему тишина лучше работает на создание напряжения и саспенса, чем та же музыка. В кино часто можно видеть использование саундтрека как способа нагнетания саспенса или напряжения. Но между тем многие кинематографисты недооценивают силу тишины. Один из главных звукорежиссеров и режиссеров монтажа в истории кино Уолтер Мерч в прекрасном документальном фильме «По волнам искусства звуков кино» сказал, если вы хотите держать зрителя в напряжении, откажитесь от музыки. И я с этими словами полностью согласен. Можете вспомнить моменты из своей жизни, когда вы вдруг оказываетесь в каком-то тихом месте. Отличный пример – это когда вы находитесь в вагоне метро, который останавливается после продолжительного пути. Я думаю, каждый из вас чувствовал в такие моменты некоторое беспокойство. Для современного человека, живущего в большом городе, который привык всегда что-то включать для фона, тишина априори становится непривычной средой. Попробуйте уехать из мегаполиса далеко за город. Вы наверняка почувствуете какую-то неловкость и дискомфорт, потому что кругом все очень тихо и тем самым непривычно. Именно поэтому тишина имеет такой мощный эффект, особенно для современного человека, в том числе и в кино. Ну и давайте с вами обозначим, что понимается под тишиной. Под этим имеется в виду, что фоновые шумы звучат тихо, а музыка отсутствует вовсе. Такое решение помогает вывести на передний план реплики и синхронные шумы, которые становятся более громкими и яркими. Теперь давайте наглядно посмотрим пример того, почему тишина работает лучше музыки. Я специально снял небольшую сцену для этого ролика и сейчас вы увидите два ее варианта. Первый более, так скажем, традиционный, где я использовал музыку для создания напряжения, а второй, где я полностью полагаюсь на звук и тишину. Игорь Негода. Игорь Негода. Болокин. Продолжение следует... 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 Поехали. Поехали. Теперь давайте разберем несколько моментов. Здесь смысл такой же, как и в прошлом примере. Тихие фаны выносят на передний план синхронные шумы, и все эти шорохи и звуки пугают нас так же, как и Арию. Даже банальные капли крови кажутся настоящими ударами по полу, что только усиливает саспенс, особенно в этот момент, когда мы переживаем за героиню и боимся, что ее могут услышать. Ну и послушайте, каким мощным звуком становятся ноги белого ходока, которые похожи на звук какого-то удара. Интересно еще рассмотреть момент, когда Ария выходит из помещения, наполненное мертвецами. Здесь мы видим небольшую передышку для зрителя и слышим тишину, который постепенно нарушает полчища ходоков, приближающихся к героине. И затем мы слышим возрастание уровня звука, которое идет в контраст с прошлой тишиной, и это усиливает сам этот момент. Ну и самое важное в этих примерах из «Игры престолов», что в этой сцене, да и во всем эпизоде, мы видим очень контрастное освещение с большим преобладанием теней. На что, кстати, жаловались многие зрители после выхода серии. Дело в том, что в моменты, когда мы плохо видим, у нас очень сильно обостряется слух, и это является такой физиологической защитной реакцией организма. И как раз в этой серии и в этой сцене с Арией это отлично работает, так как с учетом тьмы мы еще сильнее прислушиваемся к происходящему, что создает акцент на звуке и тишине, а все акценты в виде синхронных шумов выглядят еще более сильными. Ну и последний пример – это сцена из «Отступников», которая является одной из самых напряженных в фильме. Ранее на глазах героя Ди Каприо погибает его съездной в полиции Куиннон, а в этой сцене персонаж получает звонок с номера своего бывшего убитого куратора. Колин решает позвонить Билли, и тут наступает крайне напряженный момент. Особенно хочется тут отметить монтаж. Скорсезе и Скунмейкер максимально затягивают время, чтобы сделать тишину, насколько это возможно, более продолжительной. Интересно то, что режиссер выбирает для этого великого молчания в трубку два крупных плана фаз, которые являются самым эмоциональным способом показать героя на экране. Но при этом такое кадрирование будто создает близость персонажей друг к другу, что ломает ощущение пространства и телефонного диалога, и делает сцену более эмоциональной и напряженной. Это молчание вызывает беспокойство у зрителя, который гадает, что же будет дальше. А это затягивание, которое мы видим на монтаже, только усиливает напряжение. Ну а дальше очень крутой монтаж гения имени Тельмы Скунмейкер. Посмотрите на склейку на закрытии телефона и на идеальный тайминг по действиям в монтаже. Сам темп склейка растет, и это отлично подчеркивает смену драматической ситуации. Особенно интересен проезд камеры на круговых доли на Колина, который добавляет эпизоду динамики, но и отлично показывает, что герою Дэймона кажется, что его раскрыли. Ну и далее серия джампкатов, которые отлично передают эмоциональное состояние Билли. Ну а главное, обратите внимание, что после тишины мы видим существенное возрастание уровня звука, когда персонаж Ди Каприо начинает собираться. Надеюсь, этот ролик помог вам понять, что тишина в кино имеет очень мощный эффект, который не всегда может дать саундтрек. Но это вовсе не значит, что тишина всегда является лучшим решением. Кто знает, что было бы, если бы Хичкок не добавил бы музыку Бернарда Хермана в знаменитую сцену в душе, в психо. Режиссер, кстати, не планировал саундтрек к этой сцене, но композитор его убедил в обратном, и получилась одна из самых великих сцен в истории кино. Но, с другой стороны, сложно представить музыку в стариках Коэнов, где звук становится действующим лицом. Как бы то ни было, тишина важна и нужна, и является отличным способом создать напряжение и саспенс. Если вам было полезно это видео, то ставьте ему лайк, пишите свои вопросы в комментариях, да и просто пишите комментарии в поддержку. А также подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем вам спасибо за просмотр и дохранит нас всех Отец Наш Небесный Сергий Эйзенштейн. Всем пока!